Приветствую вас. Я не скажу, что у вас такой довольно легкий вопрос, потому что вопрос довольно неоднозначный, да, то есть есть все-таки некоторые определенные камни, подводные, на мой взгляд. Начать можно хотя бы с того, что вы говорите, что личные смс не читать, но при этом он берет и не спрашивает в угод. То есть, соответственно, смотрите, какая получается история. Мужчина, он дал вам изначально свой телефон самостоятельно, да, то есть он не ссылал ничего. Это означает, что он не придает никакого значения тому, что представляет из себя это переписка. Правда, не очень понятно, вот куда вы сразу находите в гарнитуру, непонятно, что это такое. Тем более, что вот написано «Волейбол», то есть здесь опять же ничего криминальных вроде бы нет. В общем, по самой ситуации с перепиской, да, вот, по самой ситуации с перепиской, никаких проблем нет. То есть там, ну, если, если есть что-то, да, то на таком уровне, когда претензии пределять не за что. Ну и по факту-то. А за что вам пределять претензии? Что мужчина сделал? Ничего не сделал плохого. Вот он действительно не пилартует, там ничего не обещает, ничего не говорит. То есть что ему можно сказать-то сказать? Но с другой стороны, с другой стороны, поскольку вы заходили в его телефон, и он сам вам свой телефон как бы дал, ну, вот, вы можете сказать, что, вот, я видела там незнакомую девушку, да, в бикини, вот, мне, ну, как-то не очень приятно, что у тебя она, она, вот, вот, вы можете это сказать. Это ваше ощущение, это ваше чувство, и вы не сделали тоже ничего противозаконного. Понимаете, да, то есть ваш муж, он не сделал ничего плохого. И вы ничего плохого, вот, пока не заходили специально в телефон, тоже не сделали. Поэтому об этом сказать можно. Вот. По поводу страха, по поводу страха, конечно, не очень понятно. То есть, чего вы боитесь? И что обидно-то? Ну, есть в его жизни другие мужчины, ой, другие женщины, ну, и что? Как бы? Ну, и что? Он же с ними общается, с ними взаимодействует. Откуда друг такая неуверенность в себе? Понимаете? Вот. Если у него появится любовница, вы это сразу-сразу заметите. По поведению. По сексуальному поведению. Вы это сразу заметите. Поэтому откуда ваша неуверенность в себе? И откуда страх? Чего боитесь? Вот об этом нужно подумать. Потому что неуверенность в себе – это непринятие себя, первое. И второе, возможно, вы чувствуете, что, как бы, подсознательно чувствуете, что ему, например, что-то не нравится. Ну, кто-то может быть не по душе. Вот. Ректора посмотрите и сделайте так, чтобы ему все нравилось. То есть, какой смысл вам переживать, да, и как бы ломать голову, когда вы можете сделать просто так, чтобы мужчина ни на кого не смотрел. Вы не знаете, что ему нужно. Вы не знаете, чего он хочет. Вы знаете, что ему необходимо. Вы знаете, что ему нравится. Ну, вот. И дайте ему это. Дайте ему это, и все. И проблем никаких не будет, на самом деле. Больше. Мужчина никогда не изменит, если он будет знать, видеть и чувствовать, что он для вас самый любимый, и что вы удовлетворяете все его потребности. А если он все равно что-то сделает, то, во-первых, это уже не ваша ответственность, это не ваша вина. А, во-вторых, это означает, что и чувство у мужчины к вам не так уж и много. Понимаете? Вот. Так что, если говорить о том, что вам делают, и не навредить, то первое, это скажите ему, что вы видели эту девушку в телефоне, когда заходили, когда брали его телефон, и что вам неприятно. И второе, второе, обновить отношения. то есть, если можно, ну, что-то сделать, да, если можно, но, как-то их разнообразить, корректировать, там, обновить, оживить, вот, то сделайте. если вы не уверены в себе, соответственно, подумайте о том, собственно, что можете сделать для того, чтобы быть более уверены в себе. как бы. Понимаете? Это не проблема мужчины, который пока еще ничего плохого не сделал. А вы уже чуть ли не записали его в изменнике. Понимаете? Вот. Также тут важный момент еще и такой, да, что вам обидно. Чего обидно? Вы тоже подумаете об этом, чего вы ожидали по факту. Вы единственная женщина в его жизни. Можно ли общаться с другими, с другими? Да, может, может. Почему вас это задевает? Вот большой вопрос, большой вопрос. Скажите им, смотрите о том, что вы видели, поговорите. И обратите внимание на свое поведение. поведение. И подумайте, чего боитесь. Это страх, это ненормально. Вот. Ну и помните, что когда вы заходите в его телефон специально, да, это уже ни о каком доверии речи не идет. И если вы будете продолжать в том же духе, то можете говорить о том, что ваша семья, она сейчас-таки встанет на путь распада, потому что если нет доверия, то ничего нет. Ребороджи, что делаете это именно вы. С другой стороны, если мужчина берет ваши телефоны и смотрит ваши смс, не спрашивает, то здесь тоже нужно как бы определить, что либо вы считаете это нарушением твоих личных границ, и вам это обидно, либо вы не считаете это нарушением личных границ, и вам в общем-то все равно путь смотрит. Вам нечего скрывать? Правильно? Вот. То есть об этом вы там подумаете. Ну и вы знаете, ситуация на самом деле такая, не очень простая, да, то есть у науках факторов у вас тут и какой-то договор, тут и поведение мужа, тут и какая-то слишком идеальная семья, при том, что вы вот чувствуете, тут и обиды какие-то откуда-то непонятно вообще взявшиеся, если вы уверенная в себе женщина. Вот. То есть не все так однозначно, не все так гладко, я предлагаю вам выбрать все-таки эксперта и поработать с ним более подробно, потому что ну то, к чему вы пришли, это не просто так. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok